Добрый день! Я продолжаю свои трансляции, потому что Богу нужно, чтобы мы жили. Дело в том, что вчера я рассуждала, рассуждала, что происходит в моей жизни. Сделала вывод, что поиски продолжаются. Бог так хочет, чтобы искали и находили. Находили истину, находили покой, находили мир с Богом. С людьми. Любить людей сложно, особенно злых. Поэтому Бог не любит гордых. Из-за такой гордыни происходит озлобление и конфликт. Нужно уметь сокрушаться. Нужно иметь возможность верить. А без веры Богу угодить невозможно. Чтобы укреплять веру, нам нужно пребывать в Писании. Не молиться, кстати, а пребывать в Писании. Молиться само собой, но молиться надо по слову. Потому что вера отслышание. Не отслышание самого себя, а отслышание истины. А истина где? В Библии. Я вчера выписывала все, что касается Дня Господня. И оно сегодня должно нам помочь. Сделать выводы, что будет на земле. Ну, я думаю, что грешники будут умирать. Праведники тоже будут убираться от греха, чтобы потом получить иное воскресенье. Так написано в евреям. Иное воскресенье. Лучшее воскресенье. Лучшее. Мы все хотим быть любимыми. И это важно. Я думаю, что если кто-то там возглавил церковь, это не защита от падения. Даже наоборот. Зачастую гордые как раз и возглавляет церковь. И от них еще больше горя. Потому что лжеучения, лжетеории порождают и разрушенные судьбы, и разрушенные жизни. Исайя 2 глава 12 стих говорит. Ибо грядет день Господа Сабаофа на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное, и оно будет унижено. Вот он день Господа. Он грядет, и он унижает все гордое. Бог унижает все гордое в этот день. Это его миссия выполнять такое. Ставить на место гордых. У меня вот никак не дает покоя день похорон моей матери, когда мой один родственник почему-то посчитал, нужно меня обижать. Я похоронила мать сегодня, а он посчитал, нужно меня цеплять. Это что такое? Это комплексы у человека, правильно? Я что-то вызываю в нем, какие-то комплексы. Любой взрывомысливый человек не нападал бы на того, кто похоронил мать, правильно? Вот и все. Вот и все правда. А комплексы от чего? От того, что я женщина, а он мужчина? Что я кажусь ему умнее? Исайя 13, 6 стих. Рыдайте, ибо день Господа близок. Идет, как разрушительная сила от всемогущего. Разрушительная сила от всемогущего. Амоса 5, 18. Горе желающим дня Господня. Для чего вам этот день Господний? Он тьма, а не свет. Это местописание я запомнила сразу. Я понимала, что что-то не так у Бога. Если день Господний, которого все ждут, он тьма, а не свет. Ну, происходит этот день Господний. Вот мама моя моя, для меня это тьма, это не свет никак. Потому что многие верующие, так называемые, они вообще украинским языком, скажем, не переймаются. Тем спасается его мать или не спасается. Я слышала лично, он прокинал мать. Я слышала лично, как рассказывала жена о муже, что якобы он говорит матери, ты дешево. Это верующие такие, знаешь, пророки там такие помазанные, так сказать. Это такое отношение, да, к родным людям, которые тебя родила. И главное, понимаешь, если бы хотела обличать в каком-то грехе, в каком-то зле, там, что человек что-то сотворил, такое беззаконие, какой-то, знаешь, смертный грех, за который нужно осуждать. Так нет. Просто так. Потому что она не поверила в ту веру, в которую он верит. Всё. И это ад. Понимаете? О чем дальше говорить? Если вера приводит семью к разрушению отношений, то о чем дальше говорить? И мать явно любит сына, но всё равно он такое может сказать. Да не может Бог так говорить. Не может. Это не Божье. Это не вера. Это просто гордыня у человека и всё. Потому что Бог сказал, что вы говорите, что вы меня любите, если вы брата или сестру не любите. Там даже о матери не изучится. Тут еще и мать не любит родную. Зачем говорить дальше? Поэтому я говорю, первое, что слово, с которого я начала, я хотя говорила о физических явлениях, так Бог повел мне, почему-то надо было бы с этого начать. Но я говорила о семье, о семейных отношениях, о любви в семье. Надо радоваться, когда твой родственник многословен. И этого человека, который, вот я вспоминаю, что он меня так нагрубил, я его два раза просила кое-какой помощи. И он мог физически это сделать, хотя бы как. Но он забыл обо мне. А потом смеялся, что я какими-то своими усилиями эту работу выполняла. Понимаете? О чем говорить дальше? Ну, видите, вот я говорю, что надо молиться родственникам, но вместе с тем у меня ожесточение. Я говорю факты. Сафония 1.7. Умолкни перед лицем Господа Бога, ибо близок день Господень. Уже приготовил Господь жертвенное заклание. О чем идет речь? Если умолкни перед лицем Господа, то это обращение только к священникам. Больше никому. Потому что Бог не сказал, что не молись. Правильно? Он же не может сказать, человек, перестань молиться. Нет. Он так не скажет. Он говорит тем, кто говорит Слово Божие. Еще раз. Сафония 1.7. Умолкни при лицем Господа Бога, ибо близок день Господень. Уже приготовил Господь жертвенное заклание. Назначил, кого позвать. Назначил, кого позвать. То есть некоторым священникам нужно умолкнуть, снять свои священничьи одежды. Явно не светлые они уже, если Бог призывает умолкнуть. И дать место тем, кого Бог назначил. А Бог назначил, кого позвать. Это будет самое лучшее, что может человек сделать для людей. Потому что мне приходилось на похоронах матери плакать и говорить. Потому что Ксен, с которой пришел на похорон, не пошел с людьми до конца, до гроба, до могилы. А он ушел с квартиры и даже у подъезда не остался. Брат мой повез его домой. И он нам распорядился, что нам делать. И насмехался с православных, с их традицией. А священник, он призван не для того, чтобы хоронить и получать за это деньги, а для того, чтобы утешать в скорби людей, понимаете? Чтобы говорить слово, чтобы утешать. А мы стояли молча перед гробом матери. Поэтому я говорила. Ну что могла сказать адекватно человек, который хоронит мать? Иоиля 2.1 Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей. Да трепещут все жители земли. Ибо назначен день Господень. Ибо он близок. День тьмы и мрака. День облачный и туманный, как утренняя заря распространяется по горам. Народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века. И после того не будет в роды родов. Я не знаю, о чем идет речь. Абсолютно. Абсолютно. Для меня эта информация скрыта. День тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря распространяется по горам. Народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века. И после того не будет роды родов. Это тайна для меня. 1 Филакинцев 5.2. Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие во чреве. И не избегнуть. Ну, я думаю, тут видите, как мука родами. Это намеки на то, что я говорю. Прекращение рождаемости. Да. И придет, как тать ночью. Как тать ночью. Почему ночью день Господень придет? Я думаю, что это знак, когда начинаются дети. Дети начинаются ночью. Поэтому получается вор. День Господень. Просто, понимаете, уже не будет того, что было в веках. Самое печальное, что может быть в жизни человека. Ну, я не имею детей. Я не скажу, что это для меня так печально. Но кто планирует иметь детей, кто желает их и не сможет иметь. Я понимаю, сколько боли. Потому что многие люди расстраиваются настолько, что бросают свои половинки. Я уже слышу это. И с каждым днем все больше и больше этих случаев, когда бросают свои половинки, потому что он бесплодный или она не умеет, не имеет возможности родить. Безобразие, прямо говорю. Безобразие. Потому что где тогда была любовь? Ну, ладно, нету, любви не было. Жене есть без любви. Такое бывает. Может, я тоже выходила замуж, потому что мне надо было честь, чтобы меня было. Ну, я считаю, что честь и достоинство это хорошо. У меня была своя квартира. Человек так нахалку поселился у меня. И это... Ну, женись. Хотя я уже понимала, что там ничего не будет. Говорю, у меня ученики в соседнем доме живут. Я учительница. Я не могу детям показывать такой пример. Должно быть все по закону. Хотя сейчас даже учителям это не открыто. Говорят мне, моя сестра двоюродная что-то. Сейчас другое время. Вы знаете, честь это любовь к самому себе. Потому что... Что значит другое время? Надо уметь требовать. Тогда будет порядок и в мозгах, и во всем остальном. И в здоровье детей, кстати, тоже. Значит, вот так вот приходит день Господень, как тать ночью, как вор ночью. Что украсть можно ночью у человека? То, на что рассчитывает поколение. Продолжение рода. Вот такое откровение у меня. Это вчера мне такое пришло. Ну еще какое-то местописание мне об этом говорили. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. Подобно как мука родами постигает имеющего чреве и не избегнут. Понимаете? Это какое-то противоречие самому себе. Подобно как мука родами постигает имеющего чреве и не избегнут. Как бы намек. Сравнение с тем, что должно ждет человечество и намек на какую тему будет пагуба. Я так понимаю. Иначе не понимаю. Ну тут, может, еще и перевод не совсем понятный. Но вот у меня такое откровение по местописанию. 2 Петра 3.10. Придет же день Господень, как тать ночью опять. И тогда небеса с шубом придут. Стихии же, разгоревшись, рушатся. Земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть во святой жизни и благочестии вам? Вот. Ну вот дела сгорят. Я считаю, что все дела, которые касаются экономикой, связано все производство, обслуживание, обучение, все связано с рождаемостью детей. Это в первую очередь разрушается. Это все дела. Вот такие дела. Вот такое у меня откровение. Какие еще дела могут разрушиться? Ну разрушаются, конечно, дела, когда неправильно ставится вопрос о том, сколько людям платят за оплату, в связи с этим покупательской способностью людей низко и в результате кризис. И вот я выделила важно. Деяние 2 глава 38-40 стих. Петр же сказал им. «Покайтесь, докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа, для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог». «Наш». «Кого не призовет Господь Бог наш». Да. Так что я призываю всех покаяться, кто меня слышит, кто не слышит. Евангелие звучит по всему миру. И мы должны бояться Бога. Иоанн Креститель ходил и кричал, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Он не кричал, что покайтесь, и Царство Небесное будет после смерти, как у нас звучит. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Я сегодня опять плакала, очень гневалась на некоторых. Ну, я же говорю, лжеучение – это очень опасно, потому что прихожане ходят в церковь и не могут понять, что происходит. Оно сеет только рознь в семьях из-за того, что неправильное учение, неправильное требование. Поэтому меня Бог призывало. Я ходила в эту церковь, о чем-то говорила, но у меня было столько проблем после этого, что вам не передать. Это сестру только настроили против меня. Ну, Бог им судья. Я сестру, конечно, не могу судить, потому что она меня любит. Вот, но люди сами не знают, чем они имеют дело. А настолько лукавство поражает людей, что они настолько хитрые, настолько лживые. Лживая – это ложь, дискредитирующая ложь, она на некоторых ушах такая приятная. Знаете, люди любят так ненавидеть кого-то. Вы еще грубых слов говорите. Так нравится некоторым так ненавидеть, кого-то обсудить. Даже в день похорон, как я так слушала между родственниками. Это трагедия. Для Бога это трагедия. Вы знаете, это такая беда. Вообще, когда он первый раз открыл человека, он за голову взялся. Боже, как можно ли не любить родных? Как можно обсуждать? Даже своих детей и так далее. Это просто трагедия. Детей или родителей. Как можно так все это чернить? Как? Ну это же кому-то, это же добавляет жизни, понимаете? Это чернота. Это же вампиры. Это очень известное всем явление. Люди сами не понимают, от чего они получают удовольствие. Не дай Бог так жить. Поэтому лучше умолкнуть. Лучше умолкнуть. Лучше помолчать вообще. Лучше меньше говорить. Я немножко удивилась. Это я уже перескакиваю тему. Но я последнее видео писала о мамочке, как я её хоронила. А я писала на другом. Не здесь. Я писала на другом аккаунте. Потому что знала, что будут портить. В общем, там вроде удачно получилось. Не знаю, как сейчас получится. Но самое интересное, что когда я начала загружать это видео, пока его проверили, я его скачала. Когда его только проверили, там полдня прошло, я его скачала и начала загружать. Почернело всё. В общем, выскочила картинка такая. Я с открытым ртом плачу. Эта заставка такая получила. Боже, мне стыдно. Я начала её спрятать. Ничего не получается. Менять картинку не получается. Кто со мной так воюет? Понимаете, что происходит? Кому-то я настолько не угодно. И главное, что никакого нету... Какая-то нравственность. Если человек похоронил мать, всё равно надо кого-то унизить. Понимаете? А вот этого человека унизить, никакого сочувствия. В чём говорить дальше? Звери они люди. Ну, я понимаю. Бог мне объясняет, что происходит. Каждый человек, я в том числе, хочет хоть... Ну, я не знаю, не то, что слабый. А каждый человек хочет где-то себе показать, проявить. Понимаете? И Бог, он много усилий приложил, чтобы распределить вот это вот благословение для каждого. Он многим приложил. Вот. И поэтому не надо обижаться, если Бог осудит таких вот людей, которые вот так вот унижают. Если ты унижаешь человека, всё, жди наказание. Это сто процентов. Если ты кому-то делаешь вот такие вот подлости вот такого плана, всё. Не удивляйся, что с тобой что-то произошло. Не удивляйся. Так что надо жить по заповедям. Нагорную проповедь читать. Матфея 5.7. Это важно. Вот такой день Господень. И вот объяснить хочу, почему Он приходит. Во-первых, потому что рождаемость заканчивается. Ну и что больше всего угнетает Бога, это человеческое гордение. Понимаете, надо же кого-то, чтобы себя оправдать. Вот такой умный, надо же кого-то уносить. Вот такая правда. Будьте богословенны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова